Чаполина. Необыкновенный матч Муха-Цокотуха, Шайбу-Шайбу в гостях у лета и еще больше двух десятков известных нескольким поколениям картин. Все это работы нашего земляка, основоположника музыкально-динамичной анимации Бориса Дежкина. 4 июня в Курской и еще в 10 областях открылся второй межрегиональный фестиваль имени нашего земляка. К нам приехали знаменитые мультипликаторы. Ирина Шашкова подробнее. Вклад в российскую анимацию Бориса Дежкина сложно переоценить. Первопроходец. Он стоял у истоков создания «Союзмультфильма». Его звали работать в Дисней, но он отказался и подарил нам сотни радостных мгновений. Чемодан, где хранились эскизы будущих мультфильмов. Приемник заметного желтого цвета. Важные документы, в том числе о присвоении наград и, конечно, герои картин, которые в последующем оживали на экранах. Личная и профессиональная жизнь Бориса Дежкина теперь доступна посетителям Краеведческого музея. Все лето здесь будет работать выставка, вещи для которой предоставила супруга-мультипликатора Ольга Гайдук-Дежкина. Экспозиция у вас получилась очень интересная, замечательная. То, что вы сделали из минимума, можно сказать, материала. В общем, я думаю, что Борис Петрович был вставлен. Его анимация неподражаема. Сложно повторить, но именно как Дежкин учились рисовать многие художники. Увлекающийся, эмоциональный, тонкий мультипликатор. В каждом герое свой характер, невероятная пластика и жизнь. Это был пацан. Во все времена. Пацан. И вот это профессиональное качество мультипликатора – не дать убить в себе детство. Не повестись на взрослые штучки. Не уверовать в то, что ты солидный, чего-то достиг. Этого у Бориса Петровича не было. Он был пацан до корня ногтей. Мультипликаторы – профессиональные дети. Они играют до седых волос. Картины, созданные такими художниками, неподластны времени и интересны всем поколениям. Чтобы Дежкин жил и дальше, «Союзмультфильм» планирует оцифровать его ленты. Это необходимо не только зрителю. Я провел мастер-классы студентами. И могу сказать, что в них есть тот дар, талант. Хотя бы отчасти Бориса Петровича Дежкина, который нужно развивать. Я бы мечтал о том, чтобы в Курске была организована анимационная, если не студия, а анимационный центр, который мог бы работать с такими компаниями, как «Союзмультфильм». Мультфильмы Бориса Дежкина знают многие. Но не каждый знает имя автора. В Курской области эту проблему решают. Кстати, у нас есть планы и сделать, уже есть мое задание, с тем, чтобы сделать бюст Дежкину. Другое дело, мы сейчас обдумаем, где его поставить. Но есть на этот счет мысли, где-то на одной из центральных улиц города.